Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о исследовании операционного материала при опухолях лёгких. Согласно плану мы остановимся на макроскопическом исследовании опухолей лёгких, на микроскопическом исследовании и поговорим о дополнительных методах исследования. В настоящее время большое внимание уделяется при аналитическом этапе работы. Этот этап в работе врача-патологоанатома очень важен. Что в него входит? В него входит в первую очередь этапы доставки материала непосредственно в лабораторию, которая будет заниматься макроскопическим и микроскопическим исследованием материала. Первый этап, который включает в себя преаналитический этап, это излечение материала непосредственно с пациента и доставка его в лабораторию. Выделяют в них два подразделения. Это тёплая ишемия и время холодной ишемии. Время холодной или холодовой ишемии определяется как время с момента излечения материала из организма пациента до момента фиксации. По всем рекомендациям данное время должно быть не более одного часа. То есть с момента извлечения материала до доставки и фиксации материала не должно проходить одного часа. Почему это важно? Это важно с точки зрения сохранения антигенной структуры ткани. И это важно с точки зрения сохранения данных для молекулярно-генетического анализа. На этом этапе возникает большое количество ошибок, которые в дальнейшем влияют на работу врача-патологоанатома. Поговорим о макроскопическом исследовании. Что в него входит? В него входят этапы исследования в зависимости от объёма оперативного пособия. Выделяют основных четыре типа оперативного пособия. Это краевые резекции, это сегменты эктомии, это лобэктомии и пневмонэктомии. В зависимости от типа материала мы будем руководствоваться алгоритмом по исследованию. Алгоритмом по исследованию, которым мы руководствуемся, это протоколы, рекомендации от международных сообществ патологов. Это Королевского общества патологов Великобритании. Это Американского колледжа патологов, которые были адаптированы нами и для работы в наших условиях. Первый этап, который мы подразумеваем под макроскопическим исследованием, это исследование клинического направления, это исследование маркировки и описания препарата и его окраска в случае необходимости. Следующий этап – это предварительная фиксация до вырезки. Третий этап – вырезки. И следующая фиксация после вырезки. Начнём с первого этапа. То есть, очень важный этап, на самом деле, исследовать клиническое направление, слечить правильно такие вещи, как фамилию, имя, отчество пациента, возраст, клинический диагноз, правильность принесённого доставки материала непосредственно к вам в лабораторию, в ваше отделение. Необходимо эти данные всегда проверять и уточнять, потому что это преаналитический этап. Что входит в макроскопическое исследование? Первое – это описание материала. То есть, когда к нам поступает материал непосредственно, либо лобэктомия, либо резекция, либо сегментэктомия, либо пневмонэктомия, мы должны описать все структуры, которые входят в этот материал. Помимо этого, нам необходимо измерить все структуры, которые поступили к нам в трёх измерениях, в трёх плоскостях и другие зоны интереса. То есть, это, допустим, распространение на прилежащие органы, если мы видим это макроскопически, без разреза ткани. Также мы оцениваем отелектаз, есть ли он, наличие его или нет. Описываем целостность операционного материала, это очень важно. То есть, какой к нам поступил материал, рассечён или не рассечён хирургом, фрагментирован, не фрагментирован. Это мы должны отразить в нашем макроскопическом описании. И далее мы отражаем наличие лимфоузлов. Сколько лимфоузлов к нам поступило? Дело в том, что количество лимфоузлов и то, как они поступают непосредственно с материалом, играют огромное значение для дальнейшего патологоанатомического стадирования. Почему? Все группы лимфоузлов, согласно Международной ассоциации по исследованию опухоли лёгких, были размечены по станциям. Правильное стадирование, описание лимфоузлов согласно их станциям влияет на прогноз пациента, то есть то, как будет оказано ему дальнейшее лечение, тактика, выбор тактики лечения. Доставка материала может осуществляться с помощью данных структур, эндобоксы, в которых хирурги размечают непосредственно каждую группу лимфоузлов, описывают их в каждом сегменте по отдельности, либо могут использоваться другие приспособления, вот, допустим, в журнале кардиоторакального сообщества схема, повторяющая бронхиальное дерево для лучшей локализации лимфоузлов, была опубликована. То есть нам необходимо учитывать лимфоузлы, которые принесены. Если у нас есть вопросы, мы должны, естественно, задавать их хирургу. Далее. Когда мы описали макропрепарат, все, что в него входит, все структуры, этап следующий. Второй – это предварительная фиксация. Поговорим немного о фиксации. Во-первых, фиксация материала нам необходима для того, чтобы сохранить антигенную структуру ткани. Так как мы знаем, что за час в среднем фиксация ткани происходит со скоростью 1 мм в час. Следовательно, структуры, которые принадлежат к центру, допустим, от формалина, которым вы заливаете непосредственно ткань, они не всегда фиксируются. То есть центр, который вот здесь указан, он не всегда остается фиксированным. Там происходят аутолитические процессы. Это влияет на антигенную структуру ткани. То есть мы не можем достоверно оценивать данные молекулярно-генетического анализа, иммуногистохимического анализа. Поэтому мы рекомендуем, рекомендуется использование специальных приспособлений для фиксации материала, то есть непосредственно накачивания материала формалином через бронхи, через сосуды. То есть если объем материала требует фиксации, нам необходимо с помощью шприца либо другого приспособления в вашей лаборатории зафиксировать материал изнутри, не только снаружи. То есть объем материала, который мы фиксируем, должен сопровождаться необходимым объемом забуферного формалина. Минимальное соотношение, которое рекомендуется, 1 к 20, лучше 1 к 50, где 1, естественно, это объем материала и 50 компонентов частей формалина. По времени фиксации. Предварительная фиксация 12 часов. В среднем рекомендации говорят о 24, максимум 48 часах фиксации, потому что это также отражается на данных молекулярно-генетического и иммуногистохимического анализа. Помимо этого, после того, как мы подвергиваем ткань предварительной фиксации, если это требуется, это требуется в большинстве случаев, мы переходим к следующему этапу, это исследование материала на разрезе. То есть нам необходимо оценить локализацию опухоли, в каком объеме материала она находится, где она находится, оценить размер опухоли в наибольшем измерении, потому что это важно для стадирования Т, количество опухолевых узлов, взаимоотношение с окружающими тканями. Очень важно, опять же, акцентирую внимание на размере лимфоузла, потому что это связано не только со стадированием, но и прогнозом для пациента. Особенно это отражено в классификации 8-й ЭДЖСС, пересмотре 8-го. Помимо этого, мы указываем характеристику опухоли, цвет, консистенцию, ее границы. Кроме того, важно в макроскопическом описании отразить состояние висцеральной париэтальной плевры непосредственно над участком опухоли, потому что это также влияет на стадирование. Кроме того, мы берем края резекции бронхов, края резекции сосудов в обязательном порядке. Сейчас мы пройдемся по этапам вырезки непосредственно, как происходит согласно виду операционного пособия, которая была оказана пациенту. При краевой резекции что мы делаем? Часто к нам поступают краевые резекции непосредственно со скобами. То есть, это степлерные швы. Мы их срезаем, потому что нам необходимо избавиться от степлерных швов, чтобы не попала скоба в материал, чтобы лезвие микротома не сломалось, чтобы мы получили адекватные срезы. Помимо этого, если необходимо, мы можем окрасить область интереса для того, чтобы оценить край резекции. То есть, краска нам служит маркером края резекции непосредственно, когда мы будем оценивать на постаналитическом этапе при микроскопии. Кроме того, какое еще здесь существует правило? Нам необходимо забирать опухоль в наибольшем измерении. То есть, наибольший срез опухоли должен попасть в кассету. То есть, в данном случае мы делаем срезы перпендикулярно левре. То есть, и мы видим на слайде, как соотносится окрашенный край непосредственно с опухолью. Этот кусочек мы укладываем в кассету. Толщина кусочка, обращаю внимание, не должна превышать 3-4 мм по рекомендациям для того, чтобы адекватно получить фиксацию, заливку и в дальнейшем тонкий срез. Далее. При других типах операционного пособия нам необходимо оценить края резекции непосредственно бронха долевого, сегментарного, оценить края резекции сосудов, оценить воздухоносные пути. Для этого мы используем зонт и скрываем непосредственно по зонду, чтобы оценить расположение опухоли. Видим опухоль, оцениваем, где находится взаимоотношение с бронхами, взаимоотношение с париетальной, висцеральной плеврой. Если необходимо, мы маркируем участок красной гистологической. Мы видим, как опухоль соотносится к плевре. также необходимо учесть, что забор материала мы производим вне опухоли для того, чтобы оценить фоновые патологические процессы. Как минимум один кусочек вместе интереса нам необходимо взять. Кроме того, нам необходимо оценить, если опухоль располагается рядом с бронхами сегментарными либо долевыми, мы оцениваем взаимоотношение опухоли к бронхам и срез, непосредственно который мы берем из этого материала должен показывать инвазию, распространение опухоли непосредственно на бронх, потому что это также имеет значение для патологоантомического стадирования. Далее, когда мы завершили этап макроскопического исследования, соответственно, следующий этап это микроскопическое исследование. Мы получаем стекла на которых видим препарат. Что мы должны оценивать в препарате, который получаем? В первую очередь мы должны оценить локализацию опухоли в заключении. Мы указываем локализацию опухоли, гистологический тип опухоли, то есть в соответствии с классификацией ВОЗа 2015 года мы стадируем согласно этой классификации. Далее, если это требуется, гистологический тип соответствует, допустим, это аденокарцинома, мы указываем процент паттерн роста, то есть процент паттерна роста, учитываем, что указываем этот процент, если его более 5%, то есть если менее, то мы не отражаем, более 5% отражаем в своем заключении, и другие паттерны роста, которые имеются, то есть если их много, допустим, микропапиллярность соседствует с солидным типом просто, мы должны отразить это в нашем заключении. Кроме того, оцениваем инвазию в плевру, если требуется, используем дополнительные окраски гистологические, края резекции, инвазию в прилежащие структуры, лимфоваскулярную инвазию, статус лимфоузлов согласно группам, данные критерии необходимы для того, чтобы правильно выставить классификацию ТНМ, кроме того, это лимфоваскулярная инвазия и количество поражённых лимфоузлов имеют прогностическое значение, рекомендованным в 8 классификации GCC указывать количество поражённых лимфоузлов, и это обязательно надо отражать в заключении микроскопическом. Оцениваем фоновые патологические процессы и производим заключительное патологоанатомическое стадирование. Кроме того, для того, чтобы правильно поставить диагноз, мы используем дополнительные методы исследования, которые также отражаем в своём заключении. Дополнительные методы исследования необходимы нам в целях уточнить первичное либо это метастатическое поражение лёгких. Мы используем иммуногистохимическое исследование в том числе, чтобы подтвердить гистологический тип опухоли и используем иммуногистохимию для подбора таргетной терапии. Кроме того, мы можем использовать данные ткани, которые получаем в качестве стружки и, допустим, из парафиновых блоков для того, чтобы произвести генетическое тестирование на определённый тип мутации. Это петербуральный фактор роста, это ЛК, это РОС-мутации, РЭП, КЕЙРАС, ХЕР-2 и МЕД. То есть, те мутации, которые рекомендованы в соответствии с колледжем американских патологов панелью биомаркеров для исследования опухоли лёгкого. От 2016 года последнее, по-моему, было обновление. Итого, наш диагноз это интегрированный диагноз. Мы должны в своём заключении отражать данные не только макро- и микроскопического исследования, но также данные молекулярно-генетических анализов. Почему это важно? Это важно для выбора правильной тактики, лечебной. И патолог является тем звеном, который суммирует на себе всю практически диагностику, связанную именно с тканью, которую он получает с операционного стола. Кроме того, второй момент. Очень много ошибок происходит на этапе при аналитической обработке материала. И очень важно соблюдать протокол, протокол вырезки макроскопического этапа исследования, когда мы можем избежать много проблем на микроскопическом этапе исследования, в частности, не только определения гистологического типа опухоли, но и также данных фенотипирования и молекулярно-генетического тестирования. Спасибо большое, Владимир Андреевич. Какие будут вопросы, коллеги? Владимир Андреевич, большое спасибо за доклад. Интересно. У меня практически сугубо вопрос. Кто должен маркировать край резекции бронха, хирург либо морфолог и выделять бронхопульмональные лимфатические узлы? Спасибо за вопрос. Смотрите, как мы делаем, да, и какие рекомендации идут от международных групп. Вырезка должна происходить совместно с хирургом, это первый момент. То есть, если у нас есть сомнения о крае резекции, это не указано, и он не прислан отдельно, и не указан отдельно, и мы не можем его достоверно определить, что это край резекции бронха, то есть, мы не видим его, не можем найти. Мы, естественно, зовём оперирующего хирурга для того, чтобы локализовать этот край резекции и достоверно подтвердить, что это край резекции, который мы думаем, то есть, если у нас возникают сомнения. В случае отсутствия маркировки либо присланного материала отдельно, как край резекции бронха, допустим, либо край резекции сосудов. Это первое. Второй момент по маркировке лимфоузлов. Маркировка лимфоузлов, согласно большинству исследований, должна производиться хирургам, потому что это более достоверный способ выявления лимфоузлов. То есть, большее количество лимфоузлов выявилось у хирурга по данным исследований. То есть, были сравнительные исследования патолога и хирурга, и количество лимфоузлов, которые забирает хирург, гораздо больше, чем забирает патолог. В идеале, конечно, такая, скажем, ситуация, когда лимфоузлы приносятся отдельно маркированные непосредственно, а лимфоузлы, которые есть на препарате, они также должны маркироваться, либо производиться вырезка совместно с хирургом, если есть, опять же, сомнения по локализации лимфоузлов и их группам. Спасибо. Ещё один вопрос. Выполняете ли вы срочное исследование краёв резекции бронха, и насколько это исследование информативно? По поводу краевых резекций бронха я не встречал, чтобы… Нет, я имею в виду край резекции бронха, вот хирург присылает вам во время операции. Бывает, бывает, но это редкая ситуация. В общем, его информативность такая же, как у любого исследования срочного края резекции, она зависит в большей степени от типа опухоли. То есть, если мы говорим об опухолях лёгкого, где редко бывают опухоли с диффузным типом роста, состоящие из мелких клеток, в отличие от желудка, например, то, как правило, это довольно информативное и надёжное исследование. Но частота потребности в этом не так высока, судя по всему. – Чаще всего мы применяем данное вмешательство, когда выполняем реконструктивные операции, то есть при бронхопластиках, при резекции бифуркации трахеи. И то не во всех случаях, скажу честно, потому что если мы видим, что мы отошли достаточное количество, и, как правило, опухоль видна эндобронхиально, тогда мы срочные исследования не проводим. Если у нас есть какие-то сомнения относительно Р1, тогда мы его выполняем. – Спасибо. – Еще вопросы? – Да. – Я Никеев, Рафаэль, Казань. А вот Вы обошли сторону, такую, мне интересно, раковые эмболы в своем докладе. Что как-то по этому вопросу можно сказать? Потому что плавание прогноза – это для нас очень важный вопрос такой. – Вы имеете в виду лимфоваскулярную инвазию, да? – Ну, да. – Ну, а согласно IGC-8 пересмотра, лимфоваскулярная инвазия является важным прогностическим фактором, который мы должны учитывать и отражать в нашем заключении. То есть, если мы видим внутри опухоли наличие эмболов, как Вы говорите, либо наличие опухолевых клеток, конгломератов, то мы это указываем и говорим, что выраженная, допустим, если она, соответственно, выраженная лимфоваскулярная инвазия. То есть, также мы отражаем эрогенную диссиминацию опухоли по ткани. Это мы тоже должны учитывать и в нашем заключении. То есть, да, если она есть, мы должны указать её как прогностический фактор. – Нет, вот просто, когда Вы, как говорите, разрезаете всё остальное, Вы все сосуды тоже проходите так же, да, если можете, где больше всего хватит? – Если мы видим макроскопические непосредственно распространение опухоли в сосуд, конечно, мы должны отразить непосредственно взаимоотношение опухоли с сосудом. Если мы видим, что внутри сосуда опухолевый эмбол, конечно, мы должны это отражать в нашем заключении, вот, но по стадированию непосредственно по ТНМ эмболы не включены в стадирование седьмое, седьмого пересмотра ТНМ. Но мы отражаем это в заключении, если видим макроскопическом, конечно. – Ещё вопросы? Да, пожалуйста. – Русакова Маргарита, Москва. Скажите, пожалуйста, нужно ли отражать в заключении инвазию жировой клетчатки при метастатическом поражении лимфатического узла? – Да, мы должны отражать инвазию, если мы находим, то есть, в прицелных лимфоузлах, которые маркированы соответствующей группой, мы видим выход за пределы капсулы лимфоузла, выход в жировую клетчатку, да, мы измеряем, во-первых, наибольший фокус, который видим, и, да, пишем в заключении, естественно, это, конечно. – Спасибо. – Владимир Андреевич, подскажите, пожалуйста, сколько, на Ваш взгляд, срезов необходимо выполнять с каждого лимфоузла при патморфологическом исследовании? Потому что, если выполняется один срез, понятное дело, что, может быть, микрометастазирование, просто опухоль не попадет в этот срез, и 30 срезов с лимфоузла вам не хватит рабочего дня, чтобы посмотреть одного пациента. – Да, довольно-таки хороший вопрос, интересный, но вообще, как бы, 2-3 среза с лимфоузла будет достаточно для того, чтобы оценить наличие метастазов, микрометастазов. Если мы видим микрометастазы, то мы можем попросить о дорезке, да, то есть, если мы сомневаемся в чем-то, мы пишем, просим лаборантов дорезать этот блок, чтобы достоверно оценить его, и нам хватило материала, допустим, для иммуногистохимического исследования, чтобы подтвердить, что это действительно опухоль. То есть, 2-3 среза, да. – Спасибо. – Я прокомментирую немножко, потому что время от времени мы сталкиваемся с тем, что бытует мнение, что не все лимфатические узлы подвергаются исследованию гистологическому. Некоторые думают, что вообще мы исследуем только те лимфоузлы, которые макроскопически, метастатически. Это не так. Все лимфатические узлы, которые присланы, все, которые выделены, все фрагменты, которые мы думаем, что это может быть лимфоузел, исследуются. И даже если лимфоузел имеет определенную толщину, больше, чем та толщина, которую мы должны положить в кассету, он рассекается пополам, и обе половинки кладутся в кассеты и идут в исследование. И вообще стандартно на стекле делается 3 среза. У лаборанта есть инструкция, что с операционного материала на стекло автоматом кладется 3 среза. Действительно, мы можем сделать 2-3 серии стекол, если у нас есть вопросы, либо если у вас есть вопросы. Спасибо. Спасибо, Владимир Андреевич. Спасибо. 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 Спасибо.